здравствуйте добрый вечер у нас шестьдесят седьмой урок по теме мишлей мы находимся в девятом главе 9 главе и начинаем десятое предложение я прочитаю вначале по-русски несколько предложений а потом начнем разбирать как обычно начало мудрости страх перед всевышним а знание святого это разумение ибо со мною множатся дни твои и прибавится тебе лет и жизни если ты мудр то мудрую себя а если к чувствуешь что ты один пострадаешь это так автор русского перевода так он это дело обозначил теперь мы начнем с мальбима как обычно десятое предложение спирушем мальбима начало мудрости это страх всевышнего ада адыгдашим бина опознание святых это бина говорит мальбим сейчас он объясняет потому что почему он шлет своих народ своих посланниц пророков ликро лазмина де хохма чтобы пригласить и позвать хохму в элоте краба ацма а не зовет их самостоятельно что это потому что хохма ее невозможно достигнуть самостоятельно через познание человека потому что они являются против противоречием с природой сердца человека и начало мудрости оно и рады чем то есть что нужно принять ее бакобола мудрость должна быть принята бакобола из от наших мудрецов предыдущих поколений мудрецов этого и предыдущих поколений от наших хохамим инвием пророков которые сообщают ее от имени всевышнего и посредством того что они увидят что это адыгдашима посредством этого можно принять хохму так как она была дана изначально таким образом он говорит что разум человека не в состоянии постигнуть хохму всевышнего поэтому хохма передается нам через посланников они дается лично в руки каждого человека потому что человек не может осознать мудрость всевышнего и через познание эксперименты эмпирическим путем и так далее мудрость творца не постигается она постигается только передачи лично от творца и ниже и это и есть вас понятие хохма поэтому мы получаем ее от наших мудрецов от наших пророков и от наших отцов тхиладат корчем бина а начала дата которая есть у святых у корчем это бина но когда человек достигает понятия да от корчем гдашим что у него будет едия брура полное знание ясное разумение относительно понятия хохмы также как у святых которые находятся в земле которые достигли понятия дата не с этой хохмы которые они приняли от предыдущих поколений от мудрецов они с этой хохмы стали находиться в состоянии состоянии хибура это стало часть их сущности то это приходит посредством бина то есть от хохмы к дату дата это хибур чтобы хохма стала частью тебя и ты был неразрывно с ней связан к этому можно прийти прийти только посредством бина посредством анализа посредством мозгового штурма того что ты получил по традиции и посредством того что ты обдумываешь как на основании этого тебя надо себя вести и это дат которому ты приходишь в результате что после того как мы приняли законы мудрости а приняли принять их можно только посредством боязни всевышнего и поверили верой беколь с со всей силой что законы мудрости они даны от всевышнего и мы углубляемся в раздумьях об этих об этой мудрости тогда мы приходим к состоянию которое называется состояние дата и это сказано что ладат хохма мусар об этом сказано тут же в мишле что мы можем должны познать хохму и мусар и вот в начале книги сказано решит хохма и рады ашем начало мудрости это решит сказано слово мудрости это и рады ашем у нас сказано тхила тхила это начало решит это тоже начало на русском или нету таких разных слов но решит происходит слово рожь голова изголовья а решон первый а тхила гатхала это начало и вот разница между этими двумя словами хочет мальбем немножечко проанализировать и объяснить что ежев дель бен решита бен тхила несмотря на то что по русски эти слова и то и другого будет принадлежиться как слово начало но есть разница между этими двумя понятиями слово решит это немножечко касается гуга давар тела этой вещи к море шит ганеха начало твоего догана решит аресатейхом начало твоих твоей аресатейхом даже не знаю как это сказать начало твоего урожая что значит начало твоего урожая это уже когда есть урожай то первые плоды этого урожая называются началом урожая и тогда нужно сказать что есть и рада шем которая происходит из законов хохмы есть два вида эры два вида боязни всевышнего есть есть понятие боязнь всевышнего которая рождается из хохмы поскольку это бояться со всевышнего со стороны того что это обязывает себя этот страх обязан появиться по законам мудрости по законам тора по законам того как всевышний управляет этим миром и это тоже часть хохмы но он самое начало этой хохмы и это тот закон который является избранным не то есть мудрость понимание разумение осознавание что такое всевышний что такое я оно должно привести к страху перед и трамы мутом перед высотой величием создателя и этот страх который рождаются посредством хохмы и это и рад решит начало но это начало которое как бы решен начало который тем не менее это часть хохмы есть второй вид рада шема который не является частью хохмы а что это такое это не входит в законы мудрости а это боязнь наказания самого по себе то есть есть два вида и рада ашема говорит маля есть и рада чем боясь всевышнего когда я просто даже не понимаешь что такое творец не знаешь что от меня хочется и так далее я просто искренне боюсь того что всевышний меня посадит гейном даст по голове накажет тем или иным способом этот страх он не связан с мудростью он возникает до нее и не соответствует законам этой мудрости которая да по которой нужно бояться всевышнего бояться величие творца для этого нужна мудрость это часть мудрости творца таким образом это и рада шем делится на две части и раз страх наказания и ира и рад и трамы мута и тем не менее это ира она не является боязнь наказания не является началом мудрости и тем не менее мудрость без нее невозможно потому что она помогает лихане заставить человека лихана подчиниться и услышать законы мудрости из-за того что я боюсь что меня накажут поэтому я начинаю учить тору и познавать ее чтобы не нарушить заповедь всевышнего чтобы мне всевышний дал по голове и вот эти народ хохма которые будет приходят и будет нас будет в нас хохму вводят нас эту хохму они эту они называют эту иру и провозглашают про нее альга пеймер умей кара цифер тора обдеврея на вим внутри цифер тора и в словах пророков который предупреждает нас баль емируми митсвад гашем не уходите от митсвад гашем потому что из опасения наказания которые последуют и опасения того что всевышний не даст вам какого-то добра какой-то тавы который он должен был дать в хэном руа народ и также скажут эти народ шла хэха хохма посланицы хохма шеишмируха кейха чтобы они соблюдали эти законы хохма потому что это приведет к увеличению твоих дней о чем будет говорить следующий посуд таким образом мальбим обращает наше внимание на то что существует два вида и рада шем про один из них написано в первом перекимишли решит хохма и рада шем про другое написано в девятом перекимишли где сказано хилат хохма и рада шем и то и другое называется и рада шемом но это два разных вида иры один вид иры это тот о котором говорится ирак который говорится у нас что без этой иры невозможно хохма и другой рада шем который невозможен без хохмы и про первый который мы сейчас обсуждаем это боязнь наказания когда человек начинает постигать мудрости начинает согласен с ней соприкоснуться и принять ее из-за просто страха наказания и этот хилат хохма она не входит хохма поэтому она предшествует ей без нее невозможна хохма и другая и рада шем это та и рада шем который базируется на хохме поскольку чем больше я понимаю что такое всевышний что такое я тем больше я понимаю разница между этим и тем больше я понимаю насколько страшно не делать то что говорит всевышний и насколько страшно понятие творца несмотря на то что это не боязнь наказания боязнь наказания лежит где-то в другой плоскости она раньше должно начаться но одновременно с хохмой должно расти понимание всевышнего и это рождает страх перед ним это два вида ирада шема но оба они необходимы и оба они являются как бы частью единого целого и соединение их вместе это целый ирад шем но ирад шема которым мы говорим здесь он находится внутри хохмы и он хилат хохма и непонятно почему он становится тхила пока непонятно почему мальбима то есть не мальбима шлом амэлах называет его тхилат хохма что именно непонятно потому что лихойра на самом деле это не начало мудрости а это самый конец мудрости вся мудрость тора нужна для того чтобы постичь ирамы муд высоту всевышнего и для того чтобы бояться этой высоты нужно быть очень мудрым человеком поэтому почему это называется тхилат на этот вопрос будет отвечать сейчас гаон мивильном альбим на него не отвечает гаон мивильна не касается здесь почти не касается понятия решит хохма ирад шем то есть понятие того что начальная мудрость для того чтобы появилась мудрость нужно нужно боязнь уноша и он больше касается второго вида хохмы второго вида ирад а именно гаванат понимание постижение итрамы мута высоты всевышнего попытаемся прочитать гаона он говорит тхилат хохма ирад шем килоймар то есть гатхалат хохма гиаира самое начало хохмы это ира это боязнь и об этом сказано и насколько я понимаю приводит перки а вот да он приводит сейчас перки а вот где сказано и мейн ира эйн хохма и мейн хохма эйн ира если нету боязни нету мудрости если нету мудрости нету боязни и гаон приводит кушью которые его ученики гаона не очень точно знают что он имеет место какое место он имеет ввиду где это кушья написано кушья которая заключается в том что кто из них кодем кто из них раньше написано ира эн хохма эн хохма эн ира так чего начинается родина откуда это должно начинаться с хохмы сыра кто из них раньше я видел что таких хазальв и фураж нету которые задают этот вопрос как так как его задает гаона вильна и вероятнее всего это имеется ввиду кушья не кушья это имеется кусочек из зогара агдамот предисловие зогара 7 глава который пишет о том что решит хохма и рада шем начала мудрости и рада шем это цитата из мишли в другом месте все добро и все что делается оно существует навсегда начала мудрости это спрашивает зогар что разве так надо было говорить надо было говорить начало решит хохма и рада шем надо было говорить сов хохма и рада шем конец мудрости мудрость приводит к рада шему и это правильно сказать сов мудрость вероятно это и есть то что имеет ввиду гаон как пишут его ученики когда он говорит что возникает кушья кто из них раньше и рада шем раньше или хохма раньше судя по всему об этом идет речь об этой кушья которая задается в зогаре имеется ввиду говорит гаон что он дает ответ на этот вопрос мы знаем это даже поем в лахададе которое мы поем каждый эриф шаббас что соф маасеба махшабад хила конец мысль конец действия в начальном замысле то есть в мыслях должно быть результат конец окончательное решение то то к чему мы стремимся должно быть первой мысли все остальное как достигнуть этого это должен быть анализ который делается и мысли которые возникают после этого но в действие результат всегда является последним поэтому нам нужно понять как это работает то есть тахлит цель она должна возникнуть 1 после этого хохма должна возникнуть как прийти к этому результату поэтому и рада шем это цель поэтому в махшове в мыслях цель возникла боясь всевышнего возникла всевышнего что мы должны его бояться как первичный замысел но если как и поэтому мы говорим что если «Эйн Ира, Эйн Хохма», если бы не было этой цели, боязни Всевышнего, то не нужна была бы Хохма. Но в массе, в действии, понятно, что мы живём ещё далеко не в цели, мы живём в действии, Хохма должна быть первичной. И это то, что сказано, что если нет Хохмы, то нет Иры. Потому что одно должно привлечь за собой другое. Есть такой Рамбом, книга Рамбома Морена Вухим, «Путеводитель заблудших», его называют, в третьей части, в 52-й главе Рамбом пишет, я даже думаю, что, может быть, мы сделаем такой нестандартный ход, это маленькая глава, и прочитаем почти всю эту главу. Он пишет, что сидение человека, его действия, в тот момент, когда он находится один в доме, не должно быть, не может быть подобно его сидению, его действиям, когда он делает то время, когда он находится перед каким-то крупным царём. Царь ведёт себя у себя в доме, когда он ложится спать в пижаме, не совсем так, как он ведёт себя на приёме у какого-то царя, или даже не только царя, но даже министра иностранных дел. И его слова в то время, когда он находится в доме среди родственников, по семье, жене, детей и так далее, он с ними разговаривает, не тем нусахом, не тем языком, которым он разговаривает с царём. Поэтому человек, который выбирает шлемут, цельность человеческого существования, он должен быть ижгайлаким бээмет, он должен быть человек с Богом постоянно действительно. И он должен постоянно внутри сердца знать, что Мелых Гадольф, что Всевышний царь, огромный вида царь, царь царей, он находится рядом с ним постоянно. Гадоль, Миколь, Прат, он следит за всеми деталями жизни всех людей, и даже такими, как Давид и Шламо. И он находится над людьми, и он присоединён к ними. И между человеком и Всевышним существует постоянная связь, и в том числе визуальная. И так же, как это Гашгаха, это Гашгаха Всевышнего, об этом идёт речь. И это так же, как есть, сейчас, так же, как мы достижимы тем светом, которым влияет на нас Всевышний, как сказано, Нере Ор в Тилим, так же, тем же самым светом Всевышний наблюдает за нами. То есть, мы привыкли к фразе «Ва и е ор, и будет свет, и стал свет», и этот свет, он влияет на нас, и это и есть влияние Всевышнего, оживление, которым Всевышний оживляет нас постоянно, даёт нам жизнь, даёт нам силы, даёт нам сиута дешмая, и постоянно влияет Гашгаха Прати. Так тем же самым светом, тем же действуем, Всевышний не только мажге халейна, не только даёт нам всё необходимое для нас, но тем же светом он наблюдает за нами, и из-за этого он иману томит, он постоянно наблюдает за нами, имашкив. И это то, что сказано пророками Римьяху, что если спрячется от меня человек в каком-то тайном убежище, разве я его не увижу? И пойми это очень хорошо, говорит Рамбов, и знай, что когда шелымим, мы виним о том, что так же, как цельные люди понимают это, так же ты это должен понять. И тогда у нас должна быть скромность и боязнь Всевышнего постоянно, и стыд перед ним, который должен у нас быть естественным и правильным, в смысле слова эмет, я не знаю, а не надуманным, как демьянот, а не надуманным, как какие-то галлюцинации, которые делают так, что мы, и тогда мы будем вести себя скромно, не только на приеме у царя, но и в доме, в отношении с женой, и даже в туалете, и так далее, и так далее. Вавот, в Перкеавот объясняли, что «элаким башамай ваата аль аарец, аль кен ию дварей хамоатим». В книге Кагелет сказано, Всевышний находится на небесах, а ты находишься на земле. Поэтому твои слова должны быть немногочисленны, ты должен быть немногословен. Имеется в виду, что есть матора, цель, которая является сибой причиной, что человек должен, ласим лалев, то есть он должен обращать внимание, что матора, цель Торы – это детали и действия, которые мы должны вернуться, и она должна быть цельно нормальной, человеческой цельностью. Рамбову очень тяжело с листа переводить. Для того, чтобы мы понимали какие-то вещи, и кавана этого, я имею в виду, говорит Рамбов, что мы должны бояться перед Всевышнего и бояться того, что он существует. И это то, что сказано. Если ты не будешь остерегаться, чтобы делать все слова этой Торы, которое написано в этой книге, и бояться Всевышнего, и бояться Всевышнего твоего Бога, то подумай, что здесь сказано, что кавана, все слова этой Торы ты должен, все слова этой Торы, они воплощаются в то, что их суть, их цель – это бояться Всевышнего, и это тахлес, это цель, которая постигается посредством действий, которые объявлены в этом пасуке и во всей Торы, что ты должен, исполняя все Торы, исполнением Торы, ты должен бояться Всевышнего. И есть такие диеты, что когда человек учит Тора, он достигает, постигает единство Всевышнего, его ахдус и его ихудо, что он один, и что он един. И это диеты, и это те слова, которые обучают нас любить Творца. Как мы уже объясняли несколько раз, и ты должен знать, что ватгаша, вот этот вот дагеш, это подчеркивание, которое Тора подчеркивает любовь всем сердцем, всей души, всем достоянием. Поскольку эти два тахлита, ахава и ира, эти две цели, любовь и страх перед Всевышним, они выражаются в двух направлениях. Любовь – это понимание Торы, которое включает в себя понимание и величие Всевышнего, ира – это все действия Торы, и это пойми вот этот секунд того, что такое ахава и ира. Рамба в Морев-Навухим пишет о том, что вся Тора является, цель всей Торы является любить и бояться Всевышнего. Поэтому, это очень похоже, на пирожи Агро, поэтому я решил это зачитать, который говорит, что тахлит хохмы, цель хохмы, это ира дгашем, это боязнь Всевышнего. Поэтому он говорит, тхилат хохма, начало хохмы, это ира, объясняет Гагроя, возвращаясь в Гагрош, поскольку после рамба он более понятен. Кто раньше, что должно быть первично, хохма или ира, он объясняет, что в Махшове цель, цель хохмы – это ира, но достигнуть иру можно только через хохму. Мальбин пишет о том, что есть два вида ира, один из них, который предшествует хохмы, и невозможно получить какую-то хохму без иры, то есть боязнь, наказание. А цель, получается, так объясняет Гагро, познавая Тору, и Рамбом пишет то же самое, познавая Тору, мы достигаем цели понимания величия Всевышнего, что и рожает нам в нас любовь ко Всевышнему, боязнь к Творцу, и это второй вид иры, ират и трамамут. Поэтому, так как это Магдир, Мальбин, я объединяю немножко Мальбин и Иогро, они по-разному приходят к одному и тому же. Начинается с иры оныша в жизни человека, он должен бояться наказания, из-за этого учить Тору и постигать хохму, и из-за этого он придет к цели, для которой создана Тора, ират и цамамут, боязнь величия Всевышнего. И это невозможно без хохмы. Поэтому, и Мейныра, и хохма, это, речь идет про Махшову, если бы не было Махшова, боязнь Торумута, то хохма бы не имела смысла. Но если нет хохмы, то в действии мы не можем прийти к ире, к боязни Всевышнего. И это заодно получился такой комментарий у Гаона на Перкеа Вод, который пишет объяснениями и не имела и не имела и не имела и не имела и не имела. Попытаемся немножко двинуться дальше. Один момент. Да, попытаемся двинуться немножко. Это то, что сказано, что в начале Алла Бамахшова, то в начале Всевышнего пришло Бамахшова создать человека двумя. В конце он не создал только одного. Это известное. Медаж, который говорит, что в начале Всевышний хотел создать человека двумя, двуполовым, мужчину и женщину, но потом создал одного человека, а потом, как мы знаем, снова разделил их на двоих. Спрашивает Гаон. Хас вышел нам, не дай Бог. Можно сказать, что Хашем подумал и передумал. Есть изменение желания Всевышнему, но имеется в виду, что Всевышний создал женщину для того, чтобы суть, чтобы она была частью мужа. Помощница и помощника мужа, как мы знаем, Эзеркина Гедо. И мужчина, и женщина должны дополнять друг друга. И какой смысл был сделать так, чтобы в одном теле находилась и мужчина, и женщина? Смысла в этом никакого нету. Тогда можно как бы не создавать женщину или мужчину, если нужен кто-то один. Зачем? Но смысл в том, чтобы их было двое, и они дополняли друг друга. Но главный замысел Всевышнего был именно в том, чтобы они были двое. Но Всевышний создал в начале одного. Почему? Для того, чтобы он был объединен, мужчина, женщина были объединены муж с женой, для того, чтобы между ними уже была такая ахава и ахва, такое единство и такая любовь, которая больше, чем между братьями и остальными родственниками, для того, чтобы, поскольку они были когда-то одним единым целым, и они должны стать единым целым. И это то, что имеется в виду бытхила в начале. То есть, Бомахшова в мысли Всевышний сделал ради того, чтобы они стали единым целым. Это называется тхила, изначальный замысел Всевышнего. Он хотел их сделать двумя. Что так, это и есть тахлис. Их тахлис это цель разъединить их. Но после этого в действии он создан одним телом, для того, чтобы, как мы уже сказали, и это то, что мы всегда говорим в разных местах, местах Соф, Маасеба, Махшават, Хила. И приведем еще один пример, приведем для того, чтобы как-то этот пример просто очень известен. Берешит Барайлаким Эдешамайм Ведаарец вначале сотворил Элаким Эдешамайм Ведаарец. Медаеким хотел создать мир атрибутом суда, но увидел, что мир не может этого выдержать и создал, соединил, соединил с атрибутом суда атрибут Хесет Рахам и атрибут Ют Кейвав другое имя Всевышнего. И тот же самый вопрос, что означает, что Всевышний хотел, а потом передумал и создал мир не так, как он хотел изначально. Тот же самый вопрос. И ответ на это тот же самый, что поскольку цель этого мира, чтобы мир получил Альпидин, награду, чтобы человек по закону получил награду, по суду получил награду, и Алла Маба это и есть то, что будет Альпидин положено человеку, и он получит. Но для того, чтобы этот мир мог каким-то образом существовать, бейна тайм, пока мы делаем много нарушений и, к сожалению, ведём себя не совсем так, как надо себя вести, для того, чтобы этот мир мог прийти к первичному замыслу, Всевышний сделал так, что он управляется Меда Трахами, мерой милосердия Всевышнего, а не только мерой суда Всевышнего. Но цель остаётся та же самая. Тхила изначально, то есть, конечная цель, чтобы в мире существовал Бомедат Дин. И после этого в массы он создал человека одним и также в других местах, где сказано, что Тхила Бомахшова Всевышнего, и это то, что сказано. Тхила Тхохма Перуш имеется в виду, из начала мудрости, то есть, Бомахшова мудрость была для Иры, начальная мудрость, это именно Тахлис, мудрость, цель мудрости, это именно Тхила. И это то, о чём пишет. Он, Гагроний, делает разницу между Риши Тхохма и Рад Гошем и Тхила Тхохма и Рад Гошем, он не делает этой разницы, как делает Мальбим, поэтому он пишет, что это же Кавана Псалма, где сказано, Риши Тхохма и Рад Гошем. Веда Ткачим Бина. Имеется в виду, Дат Качим, что такое Дат Качим, Дат, который есть у святых людей, это Тхила Шель Бина, то есть, цель Бины это Дат. Бина нужна для того, чтобы прийти к Хибуру. Хибур, Дат, это Хибур, мы уже много раз об этом говорили, соединение. Для того, чтобы произошло соединение с этой Хохмой, которую мы получаем сверху, нужно проанализировать ее и прийти к этому. Цель этой Бины достигнуть уровня Дата. Как сказано, имен Дат ин Бина, имен Бина ин Дат. И теперь мы понимаем фразу Перке, а вот, если нету Дата, нету Бина, если нету Бина, то нету Дата. Если нету цели жить согласно тому, к чему приведет эта Бина, и чтобы Бина стала частью меня, чтобы был стопроцентный Хибур, стопроцентное соединение, если нету этой цели, то Бина не имеет никакого смысла. Но цели нельзя достигнуть, Дата нельзя достигнуть, без того, чтобы пройти через Бину. И это сказано, чтобы Махшова Дат Хила, что изначально Дат является первичным. Окей? Думаю, что более или менее понятно. Так, я не знаю, здесь немножко трудные псуки идут, значительно труднее, чем в прошлой. Следующий псуким, следующий пасук, Мальбим, более или менее понятен, а Гаон объясняет только мелким шрифтом, который достаточно тяжело будет понять, постараемся это сделать общими усилиями. Говорит Шлома Амелых, ки би ирбу и мейха ваи сифу лоха шно ткаим, потому что во мне в мудрости увеличатся твои дни и будут добавлены тебе годы жизни. Имеется в виду, говорит Мальбим, что хохма, она нужна для твоего туэлита, она тебе полезна, она дает тебе какой-то смысл. Подождите одну секундочку. Вот, ки ирбу и мейха. Из-за того, что Ахават Гмуль, из-за того, что человек так созван, что он любит получить награду, посредством хохмы добавятся его дни, и они станут хорошими, и добавятся годы жизни. И поэтому благодаря этой хохме ты получишь какую-то награду. На этом кончается Мальбим. Агаон Мевильна здесь настолько трудный, что я решил пойти по такому нестандартному пути. Если у кого-то есть книги, то я рекомендую открыть третью главу. Второе предложение Мишлей. Там написано, начну с первого предложения, «Сын мой, Тора мою не забывай, и митсвы пусть будут укреплены в твоем сердце, потому что долголетия и годы жизни и мира добавятся тебе посредством Торы». Говорит здесь Гаон Мевильна так. Есть три вещи, которые здесь упомянуты. Долгие дни, годы жизни и шалом. Три вещи, которые тебе упомянуты. Это Тора, Митсвас, Аце и Митсвот Лотасы. Тора и два вида Митсвот. То есть, в соответствии с Митсвот, Асе, сказано Орахимим, длинные дни. Как сказано Ашер и Асе Атама Адамба и Хайвавем, вот Митсвот, который должен делать человек и жить в них. Шнот Хаим, годы жизни, это соответствует Митсвот Лотасы, потому что человек, который делает Авера, он делает зло, и ему делают плохо. Эти Аверот ему приводят его хозлу к плохости. И когда он не делает Авера, то тогда он или возвращается к Тшуе, как он сделает, то эти дни переворачиваются от зла к добру, поскольку его категориям, его обвинители превращаются в наоборот его хорошие вещи. И в Геморе в Йома сказано Шнот Хаим, годы жизни, спрашивает Гемора, а бывают годы, которые не годы жизни, но это дни, которые у человека были, у них был Гзардин Лераа, Гзардин для зла, Тьявирот, который он сделал, и он путем Чувы перевернул их Летава к хорошему состоянию, и это делается то, что он превращает эти дни из плохих в хорошие, эти годы из плохих в хорошие, из год, который, годы не жизни, а Зохан Вейшто, он превращает годам жизни. Ва Шалом, Исифа Лахай, также тебе добавят Шалом, это соответствует Торе, про которое сказано, Драхейха, Нативатейха, Шалом, его пути, это пути мира, и Тора, она соответствует всем исход, поэтому она приводит вот к миру. Это первый комментарий, который нас интересовал, и второй комментарий, который нас интересует, это на пасук, одну секундочку, пасук, четвертая глава, десятый пасук, шмабнивы кахамрей вэйрбулы хашнот хаим, послушай, сын, и услышь, возьми себе мои высказывания, говорит Шалом Амеллах, и прибавятся тебе годы жизни. И говорит Гаон Мивильна, что такое прибавятся годы жизни? Тора, она твоя жизнь и продление твоих дней, как сказали наши мудрецы, ки хаэйну вэрехимэйну, что она продление наших дней и наших лет. Спрашивает Гемора, а что бывает, годы, которые не являются годами жизни, отвечает, это дни человека, которые были посвящены злу, и он переворачивает и делает им посвященным добру, как мы только что читали. Таким образом, есть три места в Мишли, с которыми я знаком, может, есть больше, которые говорят о том, что послушай меня, говорит Тора, и прибавятся твои дни, и прибавятся тебе годы жизни. И тот комментарий, который Гаон говорил в прошлых сухих, сухим прибавлением лет жизни, имеется в виду, что те годы, которые ты должен был прожить, но должен был прожить в Иссури, в несчастьях, в зле, в непонятно в чем, превратятся в годы жизни, то есть годы Торы, поскольку Торы называются жизнью. Это простое объяснение тому, о чем мы говорим. У нас, в нашей главе, Гаон пишет то же самое, но языком, который, даже если я прочту, понятен он не станет. Поэтому я немножко обращусь к нему, но в очень адаптированном виде. Он говорит, что когда ты приблизишься ко мне и прилепишься ко мне, твои дни станут днями, многими, многочисленными днями, и тебе добавятся годы жизни, что это хорошие годы, и они добавятся к тебе, как мы говорили в других местах. Теперь он объясняет, что в этом предложении то, как оно написано, би-ер-бу, во мне умножится. Здесь это написано, что здесь написано, зашифровано 42-буквенное имя Всевышнего, которое указано в части Зогора, которое называется Маргалит, на Могилатрут, если я не ошибаюсь, но я точно не знаю. Да, на Могилатрут. И это имя, о котором идет речь, это 42-буквенное имя Всевышнего, про которое Рашевки, ни души не пишет, что он не знает, что это за имя. А Тосфас пишет, что это 41-42 буквы, Хумаша, Рабаинутам пишет, а Резаль приводит другое, 42-буквенное имя, и они соответствуют и то, и другое, они соответствуют друг другу, хотя читаются по-разному, но их, как бы, функция этого имени одна и та же, и это 42-буквенное имя, которое раскрыто в словах Би-Ирбу. Любое имя Всевышнего – это способ, которым Всевышний связывается с этим миром. Поэтому здесь написано, что через меня раскроется это 42-буквенное имя Всевышнего, которое состоит в общем и целом, раскрывает два имени, Ют-Кей-Вав, одно имя, и Алиф-Кей-Ют-Кей, это второе имя. Сочетание этих двух имен – это смысл 42-буквенного имени, которое является сочетанием различных, скажем так, сферот-бина и сферот-дзайранпи. Я не буду более подробно в это входить, но это сочетание стандартного управления миром. Б – управление Дерих-Мишпад, Дерих путем Мишпад – это путем суда, то есть, человек делает, он получает наказание в зависимости от его поведения в этом мире, в зависимости от этого Всевышний дает Гашпоу на этот мир, дает влияние на этот мир Гашгаха-Пратит, связанное с его поведениями, и имя Экье – это имя, которое связывает сегодняшний день с будущим, с Алла-Маба, и которое делает так, что в этом мире появляется дополнительная связь со Всевышним, которая связана с раскрытием мудрости Всевышнего, его цели, для того, чтобы привести весь мир к состоянию Алла-Маба, для которого он создан, для той цели, для которого Всевышний создал мир, и поэтому сочетание этих двух имен – это определенного образа сочетания Гангаги-Гашгаха-Пратит, частного влияния, связанное с судом, с Гашгаха-Гангагат-Ихуд, с сочетанием с управлением через Ихуд, через единство Всевышнего, которое необходимо для достижения цели раскрытия Всевышнего в этом мире. Поэтому эти два сочетания зашифрованы в этом пасуке несколькими способами, различными гематриями и так далее, которые показывают, вычисляют Гаон здесь вот мелким шрифтом. Би-Ир-Бу – это 42, Емейха – это «Дни твои», Емейха – Ют – это 10, он же один, Мем – это 40, он же 4, Ют – это 10, он же один, Каф – это 20, он же два, того 8, да, один, один и два – это 4, Мем – это 4, того 8. Емейха – это, об этом сказано, что если человек будет, ну, это не 80, я неправильно сказал, 80, я десятки не посчитал, таким образом, если человек живет бы Гвура, то есть, человек живет Гвура, то есть, как Гебор, преодолевая свой Ветергору и подчиняясь подчиняясь мудрости Торы, он живет бы Гвура, то его дни жизни, шманим шана, это шманим шана, которая переворачивается, лошаним тавот, добавляется еще 10 лет жизни, переворот на хорошие годы для службы Всевышнего, которые здесь указаны, и так далее. Здесь есть еще несколько вещей, которые здесь в цируфах, в соединении букв, которые написаны в этом пасуке, раскрываются, но все это раскрытие, которое здесь указано в этом пасуке, оно говорит, он показывает только одну вещь, показывает, что годы жизни превращаются в те годы, которые называются шаним тавот, то есть, те годы, которые соединяют, что такое шаним тавот, как он здесь пишет, это годы, в которые управление Всевышним этим миром будет идти И в сочетании не только Гангагат Мишпад, которая всегда открыта в этом мире, но и с сочетанием через 42-х имя Всевышнего, с сочетанием конечного результата Гангагат Ихуд. И это гармонично, определённо, я не буду входить в подробности, как именно сочетающиеся два имени, которые даёт сочетание вот этих двух видов управления миром через Гангагат Мишпад и Гангагат Ихуд. Они являются теми годами, которые приводят, которые служат для того, чтобы привести к мир, к той цели, для которого он был приведён. Я думаю, более или менее настолько, насколько можно этого Гаона понять и объяснить, я лучше не смогу это сделать, потому что подсчёт, который здесь приводится, его привести очень легко, но он немножечко скучноватый и ничего не отображает, поскольку Гаон в нём не объясняет смысл. Смысл этих вещей он объясняет в других местах, не там, где он делает подсчёт. А смысл мы более или менее сейчас раскрыли так, как я смог это сделать. Таким образом, получается, давайте подведём итог этого сложнейшего предложения Мишли, что Хохм обращается к человеку и говорит, «Би во мне, будут увеличены твои дни и будут добавлены годы твоей жизни». Имеется в виду, что человек, который… Вы помните, что всё, что мы сейчас делаем, мы обращаемся к человеку, который Пэти, или который Халаш-Лев, человеку, который либо простой человек, который ошибался и делал какие-то неправильные вещи, или к человеку, который Таева, которого сделала так, что он не в состоянии противостоять своей царгаре. К этому человеку обращается сейчас Хохма и говорит, что я посылаю своих народ, своих посланников, ты должен принять её, получить эту Хохму, и с помощью этой Хохмы вырасти, дойти до такого уровня, что ты прилепишься ко мне, и через меня увеличатся твои дни, и дни изменятся, годы твоей жизни изменятся от ра к тоф, от зла к добру. То есть, они превратятся в хорошие годы, и это превращение в хорошие годы, оно приведёт тебя к тому, что, что значит превратиться в хорошие годы? Ты тем самым объединишь два имени Всевышнего, построишь раскрытие 42 букв на имени Всевышнего, и тем самым объединишь две разных гангаги и направишь управление мира в сторону того, что все годы твоей жизни приведут к приближению Алла-Маба, то есть к тому, что ты приблизишься к Алла-Маба прежде всего, и весь мир вместе с тобой, ты сделаешь какие-то тикуньи, для которого ты был создан, и это будет сделано только благодаря тому, что Аль-Едей посредством прилепления к Хохме, и Хохма станет тобой, ты выведешь эту Хохму в разряд «да», ты придёшь к ней настолько, что она станет частью тебя, поэтому твои годы изменятся и положат начало, не начало, а конец тому, что ты станешь частью Маарехита, соединения Саламаба, частью вот этой вот системы, и сама Хохма приведёт к Ират Гошем уровня Ирата Трамамута, боязни трепета перед пониманием, что такое Итрамамут Гошема, и к этому ты придёшь. Теперь я уже однажды, я точно помню, один раз, может быть, даже не один раз я об этом говорил, но у меня есть несколько минут на то, чтобы уделить этому какое-то внимание ещё раз. Четырёхбуквенное имя Всевышнего Юткей и Вавкей, оно состоит из двух частей. Юткей – это одна часть, Вавкей – это другая часть. И эти два имени, они изображают немножко разные вещи. Имя Юткей, оно связано с Ирад Гошем, оно показывает Ирад Гошем, имя Вавкей показывает Ахавад Гошем. Если слово Юткей, вы знаете, что есть разные… Сейчас, секунду, начнём с того, что Бецалель, когда строил храм, мы сейчас читали кусочки по поводу того, как был построен Мишкан, Медраж говорит, что Бецалель знал цируфа-тьёд, он умел лицарефа-тьёд, он умел соединять буквы. В книге Ицира ещё во многих книгах сказано, что творение мира произошло посредством соединения букв. Всевышний создал 22 буквы еврейского алфавита и 10 огласовок. Вместе они показывают Ламит Бейт 32, натива мудрости Всевышнего, и соединение букв и огласовок, оно читается в этом мире, это и есть Сейфер Тора, и в Сейфер Торе записан весь наш мир, а мир – это способ прочтения Сейфер Тора. К сожалению, мы читаем не всегда правильно. Так вот, соединение этих букв возможно несколькими, многими возможностями этих соединений. Самое простое соединение называется Алиф-Бейт, это алфавит, Алиф-Бейт-Гиммел-Далет, но чтобы было соединение, нужно разбить алфавит на 11 и 11, есть 22 буквы алфавита, и тогда буква Алиф соединится с буквой Мем, 11-я буква Алиф-Мем и так далее. То есть, построить 11 и 11 букв, взять вот так вот алфавит 22 буквы, перенести его, и будет 11 и 11 и соединение буквы. Есть второй вид, когда вторая часть алфавита пишется в обратном порядке, не Алиф-Бейт-Гиммел, а Тав, Шин, Рейш и так далее. И Тав, Шин, Рейш, она так и называется Ташар, или Ташрак, Ташрак. А первое – Алиф-Бейт-Гиммел. Вот прочтение алфавита в обратном направлении – это тоже прочтение правильное, и это прочтение, которое соответствует соединению букв Медад-Гадин. Первое прочтение соответствует Медад-Хесет, поскольку Хесет – это основное прочтение, оно является первым, поэтому это чтение букв по порядку, а обратное чтение Ташрак – это называется Медад-Гадин. Если соединить, написать слово Юткой-Вавкой в Ташраке, то получится слово Митцва, заповедь, поскольку Митцва – это то, что Альпидин по закону соединяет нас с Юткой-Вавкой, со Всевышним, раскрывает Всевышнего в этом мире именно Митцвод, который мы делаем. И это Гангагат-Мишпад – это то, что происходит в Альпидин. При этом буквы Юткой написаны в обычном порядке, Альф-Бейт, а буквы Мем-Цади написаны в обратном порядке. И здесь получается, не, неправильно я сказал, Юткой в обратном, а Цади-Вав-Гей в правильном порядке. Буква правильный порядок показывает меру Ахавад-Гашем, а обратный порядок Кирад-Гашем. Получается, что имя Всевышнего, так как оно написано через слово Митцва, раскрывается, первые две буквы раскрываются через понятие «страх перед Всевышним», последние две буквы раскрываются через понятие «любовь перед Всевышним». И здесь возникает вопрос, любовь должна быть выше, чем страх? Почему же любовь написана после страха, который всегда понятно, что любовь должна находиться до этого? И ответ на этот вопрос, который фактически Мальбим и Гаон очень сдержанно, а Мальбим очень развернуто, дал в комментарии на этот пасук, что у нас существует хохма и ира. Эйн ира, эн хохма, эн хохма, эн хохма, эн ира. Нету хохмы, нету иры, нету иры, нету хохмы. Изначальная ира, нижний уровень иры, это страх до хохмы, для того, чтобы приобрести хохмы. Это страх, который выражается в том, что человек боится наказания. После этого хохма рождает любовь ко Всевышнему. И эта любовь ко Всевышнему рождает следующий уровень страха. Страх перед итрамымутом, перед величием Гошема. Он выражается в том, что человек боится удалиться от Всевышнего. Понимая, где находится Всевышний и где он, он боится, что своим поведением он утратит ту связь со Всевышним, который у него существует. И этот страх находится выше, чем понятие ахаба. Поэтому этот страх соответствует первым двум буквам имени Всевышнего. Буквам юткей. И вот теперь мы можем как бы закруглиться с этой темой, что означает эн ира, эн хохма, эн хохма, эн ира. Нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха. И вместе мудрости страх, мудрость рождает любовь ко Всевышнему, в котором, в свою очередь, рождается страх удаления от Всевышнего. Но любовь ко Всевышнему и мудрость не может возникнуть без страха наказания. И вместе соединение вот этих двух видов страха и любовь делают вот этот галгаль, вот этот вот игуль, этот круг, который означает нету страха, нету мудрости, а нету мудрости, нету страха. И вместе они помогают нам постигнуть какое-то небольшое понимание четырёхбуквенного имени Всевышнего. И я думаю, что мы можем попробовать прочитать ещё один пасух сегодня. Я так думаю, что времени у нас хватает. И читаем. Если ты стал мудрым, то стал мудрым для себя, а твой лейтсанут ты сам будешь нести. Говорит Мальбин. Имеется в виду, что если ты хахамта, если ты стал мудрым, занимался мудростью, то это стал для своей пользы. И хохмат лыха, и эта мудрость нужна тебе, что ты получаешь добро посредством этой хохмы. И наоборот, если ты насмехался над мудростью Всевышнего, то ты один понесёшь это наказание. И это предупреждение, чтобы ты не ушёл от путей мудрости из-за того, что ты должен бояться наказания и бояться того, что ты потеряешь ту таву, то добро, которое тебе положено по жизни. Теперь перейдём к Перушу Гагро. Он тоже очень небольшой. И тем не менее. Если ты стал мудрым, то стал мудрым для себя. Если ты насмехался, то только ты будешь нести наказание за это. Имеется в виду, что Тора сказала человеку, чтобы он шёл в одиночестве, чтобы он был один и шёл в одиночестве, и не шёл по пути, расшоем по пути нечестивцев. Даже, здесь послушайте, как Гаон объясняет это, даже если ты объединяешься с нечестивцами для того, чтобы выполнять митсву тахиха, митсву упрёка и возвращать их к Чуве. Даже в этом случае ты должен идти своим путём, а не объединяться с ними. И ты должен идти, находиться в пришуте. Пришут – это понятие леофриш – это отделяться. Отделяться от этого мира, отделяться от каких-то вещей, отделяться от плохих людей, отделяться от тавы. Ты должен находиться в пришуте постоянно. И это сказано, что если ты хохам-то занимался мудростью, то есть, если ты сидел один и учился, то для тебя будет это награда за твоё изучение мудрости Тора, о котором идёт речь. Но если ты находился среди нечестивцев, и лац-то, и весь ты с ними стал заниматься лейцанутом, то ты один понесёшь наказание. Даже то, что они метлоцицин, даже то, что они занимаются насмешками, наказание получишь ты за их грехи. И это сказано, ты один их понесёшь. Понятно, что они получат своё наказание, но кроме того, что это комментаторы на Гаона пишут, но кроме того, что они получат своё наказание, ты получишь наказание за то, что ты находился среди них. И для того, чтобы немножко это понять, один момент. У нас есть псалмы царя Давида, который начинает всю свою книгу псалмов именно с этого указания. Один момент. В русском языке очень тяжело, с этим танахом, с русским переводом, немножко тяжело что-то найти. Он пишет. Ашри и шашер лоха лах байцат рашо им, который хато им ла амад, бомушав лейцим ло и шав. Благословлен и счастлив человек, который не шел по совету нечестивцев, там, где находится хатаим по этой дороге, тех, кто делает грехи, не стоял на ней. И там, где сидят насмешники, он не сидел. Но только бы тора да ашем хафецо, он желал только тора Всевышнего, и торой он занимался днями и ночами. И он будет, как дерево, которое посажено на воде, которое дает плоды вовремя, и все, что он будет делать, он ицлех. Не так нечестивцы, потому что... и так далее. Но то, что нам сейчас нужно. Он не сидел, машав лейцим. Гагро объясняет, что это кавана сына Давида Мелоха, который писал этот псалом, Шлома Мелоха, который говорит, что если ты занимался лейцанутом, то есть сидел с насмешниками, я потерял это место, одну секундочку, пока я листал, то за этот лейцанут их ты понесешь наказание. Давида Мелоха говорит, ты только сидел среди лейцаним, и это уже плохо. То есть твое нахождение там плохо. Понятно, что Гагро считает, это известное, что шита гаона, это то, что находиться среди тех, кто находится в Торе, и объединиться с Торой, это намного-намного важнее всех остальных вещей, и на самом деле это не считает Гагро, это считает Танаим, которые сказали, что Талмуд Тойрок и Негет Кулам. Талмуд Тора соответствует всем заповедям Торы. Но здесь у нас появляется новая вещь. Мы сейчас занимаемся, пол этого перика, мы занимаемся митцвой та-ха-ха, митцвой упрекать другого человека и возвращать его на правильный путь. И уже несколько раз нам было сказано, что это не всегда нужно делать. Там, где это нереально, тебе не нужно это делать. И Гаон написал, я даже пошутил на эту тему на прошлом занятии, что когда человек это делает, то его схарон иногда теряет награду за то, что он делает митцву, из-за того, что он говорил дворем-бетейлем, поскольку это пустые слова, это ничем не помогло. Речь идет о человеке, который оставляет Тору для того, чтобы заниматься, назовем это на современном языке, керуфрахаким, приближением людей к Торе. Если он оставляет Тору и для него становится главным приближение людей и так далее, то об этом сказано здесь, что он получит наказание за тот лицанут, который у них остался, за те аверот, которые они делают. Но если он будет в Торе, то награда будет ему за его изучение Тора, даже если ему придется сидеть в одиночестве, уйдя от всех, потому что остальные люди занимаются совсем не тем, чем он планировал заниматься. Тем не менее, он получит наказание за этот и дбадедуд, за это одиночество. Понятно, что можно и нужно заниматься керуфрахаким, приближением людей, давать лекции, давать уроки, разговаривать с людьми и так далее, но это нужно делать с точки зрения Торы и привлекая их к Торе, а не наоборот. Пропорции должны быть, никто не может их точно сказать, но понятно, что ров-мухлад больше 70-80-90%, это должно быть Тора и только минимальный процент. Это должен быть контакт с лицем для того, чтобы их вернуть. И это не называется тогда сидеть в машаф-лицем, это называется проходить мимо, не знаю, как это называется, но лошевит – это нечто постоянное. Поэтому Дамидо Вайлок сказал бы, в машаф-лицем ло-ешаф, не сидел там. Поэтому это предостережение к тому, что тахаха должна происходить правильным путем, в рамках Торы, так, чтобы не оставлена была Тора, а наоборот. Таким образом, мы закончили большую часть этой главы, связанной с тахахот, и сейчас мы должны вернуться к нашей нехорошей женщине, с которой все начиналось. Глупость, 13-е предложение говорит, глупость, женщина безрассудная, шумлимая, чему не знающая, сидит она наоборот дома своего, на стуле, на возвышенном месте города, чтобы звать прохожих, которые идут своими путями. То есть это антитора. Глупость в данном случае – это антитора, там, где нету хохмы Торы. Она говорит, кто глуп, пусть завернёт сюда, неразумному говорит, вода краденая, сладка, утаёный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы в глубине преисподней, зазванной ею. На этом закончится одна из Мишлей Шламо, и начнётся вторая Мишля. Агро вначале написал, что книга Мишля делится на три книги, каждый из них соответствует чему-то. И хорошего вам Пейсаха, Пейсах Коша Васамех, и Бейзра Дашем, чтобы мы учили следующий урок уже не по скайпу, а все находясь в Иерусалиме, из уст Мелаха Машеха после Пейсаха. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok